Здравствуйте! Вы смотрите «Вечер вместе». Меня зовут Иван Грещук. Сегодня у нас в гостях руководитель управления экологией городского округа город Воронеж Галина Воробьёва. Галина Леонидовна, здравствуйте! Галина Леонидовна, не так давно была информация от городской думы о том, что в скором времени на территории города появится целый ряд новых лесопарковых зон и других общественных пространств. Какие-то будут совершенно новые, какие-то будут обновлены. Но на самом деле большое количество парков и других зеленых зон в городе и так существует. Вот какое их количество сейчас примерно? Очень такой всеобъемлющий вопрос, Иван. Вообще в целом город Воронеж славится тем, что он зеленый город. И есть статистика, что где-то примерно 39 процентов городских территорий озелененные. И это где-то примерно 60 гектар. Вообще считается, что в городе Воронеже 367 озелененных территорий общего значения. Из них 319 муниципальные. И ежегодно как бы мы проводим огромную-огромную работу с тем, чтобы таких территорий озелененных стало больше. И мы проводим камеральную работу. Наши коллеги управы районов и управления главного архитектора находят какие-то участки. И иногда это происходит и по инициативе жителей. И мы, в общем-то, собственно говоря, в перечне этих зеленых зон включаем где-то вот за год 15, от 15 до 30 озелененных территорий. Это очень серьезный рост. Да, большой рост. Площадь разная бывает, там от 10 гектар до 30 гектар вот в целом. Мы рассматриваем даже самые маленькие участки, которые мы видим, что вот они не заняты ничем. Они как бы похожи там на скверы, там имеют признаки скверов, бульваров, там каких-то прогулочных зон. То есть не обязательно это должен быть какой-то огромный там большой парк или парковая территория. Зачастую эти площади, они неблагоустроенные, они находятся в каком-то таком не очень хорошем состоянии. И, в общем-то, цель, когда мы эти зоны называем озелененными, когда мы включаем в перечень зеленых зон, цель основная все-таки привести их в порядок, сделать их привлекательными и для граждан, для жителей. И, собственно говоря, сохранить всю ту вот природу, всю ту зеленую массу, которая есть в городе Воронеже, но в хорошем состоянии. Я правильно понимаю, что действительно у жителей города есть возможность проявить инициативу, да, и какую-то из зон, которая им кажется обладает, как вы сказали, признаками, да, сквера там или какого-то парка небольшого, сделать, собственно, ну, облагороженной этой территории. Вот каким образом это сделать, какова процедура? Действительно, жители могут, вообще любой гражданин, любой житель города Воронежа может обратиться с инициативой. Делается это, ну, разным способом. Можно прийти в управление экологией, можно написать, обратиться письменно там, ну, в адрес управления экологией. Значит, соответственно, мы эту информацию собираем, и раз в квартал у нас собирается координационный совет по вопросам сохранности и преумножения зеленых насаждений в городе Воронеже. Этот координационный совет принимает решение рассматривать материалы, во-первых, да, инициативу чью-то, готовятся там графические материалы. Безусловно, мы сначала выезжаем, мы смотрим, фотографируем, мы думаем, каким образом вот поступить с этой озелененной территории, имеет ли действительно признаки озелененной территории. Ну, состояние деревьев, да, пустарников. Состояние, да, обследуем. И, соответственно, потом выносим этот вопрос на координационный совет, где каждый гражданин также может выступить и сказать, как бы, почему он считает, что эта зона должна быть озелененной общего пользования, и потом принимается решение включить, не включить, и идет процесс оформления. Процесс оформления, конечно, не быстрый, но ничего, как бы... Но все возможно. Самое главное, все возможно. Конечно, да. Если граждане неравнодушны к тому месту, где они живут, да, то, пожалуйста, можно подать прощение, и оно будет рассмотрено. Конечно. Если подробнее поговорить о тех зонах, которые, ну, будут либо обновлены, либо вообще новые появятся. Что это за зоны? Если я не прошу называть все, на ваш взгляд, самые значимые объекты, может быть, по которым уже какое-то время велась работа, и они рассматривались. Ну, вы знаете, вот на последнем координационном совете было предложено к включению 15 таких зон. Площадь порядка 30 гектаров. А вы знаете, это вот площади такие от 0,1 гектар, там, то есть совсем вот маленькие, до, там, ну, порядка, там, наверное, 10 гектар, самая большая. Ну, что это за площади? Площади, которые находятся между домами, например, да, и вот они ни к дворовой территории не относятся, ни к какой-то там общественной пространстве. Ну, муниципальная, получается, собственность. Да, земли все муниципальные. В основном они есть еще не разграниченные формы собственности, и муниципальные. Если вдруг не разграниченные, тогда мы ее оформляем муниципальной собственностью, эту землю, чтобы вот привести в надлежащий вид. Так вот, ну, пожалуй, наверное, такой вот яркий пример, это, знаете, это набережная возле набережная, спортивная набережная, спортивная набережная, где у нас была несколько лет построена ротонда, такая красивая, белая, и, к сожалению, вот в связи с тем, что, видимо, в ходе стройки не было передано надлежащим образом эта территория. Она вот имеет сейчас не очень такой приглядный вид. А вообще, конечно, очень интересная такая вот история, очень интересная территория, которую действительно можно красиво обыграть. И когда на профильной комиссии в городской думе мы рассматривали вопрос, как же назвать, какое наименование, то есть есть комиссия у нас такая в городе, да, которая, значит, руководит процессом получения названия, переименования там вот таких вот скверов, парков и озелененных территорий. Так вот, эта комиссия совместно с нашим управлением экологии вынесла этот вопрос на заседание комитета профильного в Думе. И жаркие такие споры были, как назвать эту территорию. То есть разные были там, ну, какие-то, знаете, от примитивных. И в конце концов, поскольку вот эта ротонда имеет всё-таки такой красивый вид, было предложено назвать этот сквер свадебным. И, в общем-то, собственно говоря, наверное, вдохнуть новую жизнь, привести её в порядок. И действительно, может быть, это будет место, где наши молодожёны будут, вот, собственно говоря, проводить какое-то приятное время. Какая-то новая традиция, возможно, да, появится, и в городе новое место для этой традиции. Здорово. Уже началось, собственно, весеннее озеленение. Понятно, что с уборкой мы более-менее закончили, да, в городе. Вот настал момент уже работы с клумбами, с работы с кустарниками, с деревьями, посадка новых, может быть. Вот насколько масштабным это озеленение в этом сезоне, это весной будет? Может быть, какие-то новые виды деревьев появятся? Все задают этот вопрос. Мы задумаемся над этим, потому что, видимо, наверное, всё-таки уже как бы созрело такое решение. Ну, мы с вами ещё поговорим о клёнах на проспекте революции обязательно, да? Потому что это действительно для города такое нечто новое. Вот, наверное, отсюда и ноги растут, собственно. Поэтому все и спрашивают. Хорошо. Ну, если говорить в целом об озеленении этого года, то планируется высадить где-то порядка 5300 деревьев и где-то порядка 29 тысяч кустарников. Это в целом за весь период. Весной мы в этом году сажаем не очень много, где-то 1760 растений мы сажаем. В основном это кустарники, деревьев там где-то порядка 80-77 деревьев. Ну, в этот период сейчас ничего нового мы не сажаем. Ну, как, это традиционные городские деревья, которые очень хорошо себя чувствуют в городе, которые, ну, как бы приживаемость показывают хорошую, которые, в общем-то, простые, значит, в уходе. Ну, без экспериментов. Да, без экспериментов, на самом деле. Это наши рябины, это липы, это дубы, ели. Вот. И из кустарников спирея там различные виды, чубушник. Сирени в этом году мы хотим попробовать вот побольше посадить. Ну, это я об этом расскажу чуть позже, когда мы про сквербунина будем разговаривать, я расскажу об этом. Вот. Ну, традиционный кизильник и прочее-прочее, пузыреплодник, те растения, которые действительно растут, они считаются вот, ну, городскими. Вот. Но вот как бы вот здесь вы меня озадачили, может быть, в осенний период мы попробуем и поэкспериментировать. Мы очень давно хотим попробовать такое дерево, полоний называется. Дерево южное. Они в период цветения чем-то похожи на сирень. Крупные такие соцветия сиреневые. У нас есть такие два дерева в городе, в сквере Романовский. Мы наблюдаем за ними, смотрим, как они себя ведут. На черножиле. Да, присматриваются. Ну, дело в том, что вот у нас очень резкий такой климат, ну, для этого дерева, в плане того, что перемены температур, бывают зимы без снега, и это очень негативно влияет на вот как раз вот южные деревья. Хотя вот смотрите, раньше считалось, что катальпа, да, это достаточно южное такое растение. Посмотрите, как хорошо она прижилась в нашем городе, потому что мы сейчас уже куда-то вот... Ближе к югу становимся. Мы становимся ближе к югу, и климат меняется, поэтому обязательно будем рассматривать какие-то виды растений на будущий период. Галина Леонидовна, раз уже заговорили, собственно, о парках, да, о скверах, вот вы упомянули Бунина, какие обновятся в этом году? Какое обновление ждет? Ну, в этом году в рамках программы охрана окружающей среды, формирования комфортной городской среды в городе Воронеже на 18-24 годы в рамках этой программы мы, и в рамках инициативного бюджетирования у нас будут реконструированы и обновлены несколько парковых территорий. Ну, самое крупное, это, конечно, сквер Бунина. Работы мы планируем начать после 9 мая, ну, может быть, не сразу после 9, но где-то к середине мая. Далее у нас сейчас разрабатывается проект реконструкции сквера «Надежда», или его еще принято называть «Сквер жертвам белого террора». Но работы будут проводиться уже в 24-м году, то есть в этом году мы только проектируем. Ну, и небольшие скверы, которые районные, это сквер «Согласие примирения», «Школьный», «Лесная сказка» и сквер имени Северцова, районные скверы, которые тоже в этом году будут преображаться. Ну, а так вот самая масштабная действительно работа, наверное, у нас будет сквер имени Бунина. Это центральная часть, это, для тех, кто не знает, это сквер, находящийся рядом с Никитинской библиотекой. Одно дело посадить деревья, да, сделать наш город чуть более красивым, другое дело поддерживать эту красоту и ухаживать за тем, что делает, в частности, Департамент, простите, Управление экологии. Кто ухаживает в течение года, да, потому что я так понимаю, что так или иначе уход в течение всего года нужен растениям. Вот кто занимается уходом и кому в случае чего, опять же, ну, не жаловаться, да, обратить внимание на то, что вот там какое-то дерево заболело или где-то какие-то люди что-то не то сделали с этим кустарником там или деревом? Ну, территории у нас делятся на разные группы. Если мы говорим с вами о многоквартирных домах, то там у нас прерогатива за управляющими компаниями и жителями дома. Если мы говорим о каких-то специализированных территориях, да, у нас, например, в городе самые крупные 36 территорий, за которыми ухаживают две специализированные компании. Компания МКП «Экоцентр» и МБУ «Зеленхоз». Здесь вот эти самые крупные парки и скверы, уходные работы полностью на этих двух предприятиях. Ну, а остальные территории – это и магистральные улицы, и районные скверы и парки, это комбинаты благоустройства районов. Уходные работы, вы правильно сказали, на самом деле сейчас, вот, в последние годы городской администрации уделяется очень много внимания уходным работам. Правильно вы сказали? Одно дело – посадить, второе дело, значит, вырасти дерево. Для этого, в общем-то, нужно прикладывать большие усилия. В рамках вот пересмотра каких-то подходов по уходным работам в том году очень много было сделано. Мы внесли изменения в свои нормативно-правовые акты. Мы увеличили количество поливов с 10 до 20 раз в сезон. Мы пересматривали правила, собственно говоря, благоустройства в каких-то определенных своих частях. Очень много внимания уделяется и обрезке деревьям. Ну, это вот, наверное, один из самых больных вопросов, который горожан очень волнует. Мы всегда стараемся здесь и прислушиваться к людям, и стараемся привлечь специалистов, которые грамотно, правильно могут и проконсультировать, и показать, как это нужно сделать. Ну, кроме всего прочего, конечно, необходимо проводить весь комплекс уходных работ, а это и рыхление, и обработка от вредителей, и своевременное формирование крона, например, деревьев, вот, и, ну, полив, безусловно, подкормка, полив, это вот все, что сейчас вот в рамках уходных работ делается. Действительно, вопрос о обрезке или вырубке часто остро стоит, да, у нас очень щепетильно относятся горожане, когда видят, да, что где-то плановая работа, а где-то это может быть и внеплановая работа. Если немножко подробнее, если что, куда звонить, писать, куда обращаться, если кажется, что что-то не по правилам сделано? Ну, безусловно, управление экологией – это тот орган, который в городе ответственно за это направление. Управление экологией уполномочено выдавать порубочные билеты на проведение работ по удалению, обрезке, пересадке растений. Поэтому все вопросы, которые связаны с этими видами работ, конечно, решают управление экологией. Поэтому нужно обращаться и нужно писать об этом. А вообще определён у нас порядок выдачи порубочных билетов. Любой житель, юридическое, физическое лицо, предприятие обращаются за получением порубочного билета в управление экологией. Есть форма заявления на сайте управления экологией. Можно подать заявление в электронном виде, отсканировать и приложить те документы, которые, в общем-то, необходимы. На сайте управления экологией есть регламент, с которым можно ознакомиться в свободном доступе. И, в общем-то, там достаточно понятно расписаны все документы, которые необходимо предоставить для того, чтобы получить порубочный билет на те или иные виды работ. Безусловно, и контроль за вот этими видами работ осуществляет тоже управление экологией. В том году, как бы, по поручению главы города в нашем подразделении было создано подразделение, которое осуществляет контрольные функции. Это специалисты, инспекторы, которые, в общем-то, занимаются тем, что ходят по улицам, наблюдают, смотрят за процессами, которые происходят. То есть, насколько законно производится тот или иной вид работ, насколько правильно проводятся эти работы, оценивают и, соответственно, делают какие-то выводы. Ну, и это открытая информация, с ней можно ознакомиться, здесь никакого секрета нет. Еще один резонансный, на мой взгляд, вопрос. Это мы столкнулись в прошлом году, когда были сильные порывы ветра. К сожалению, было много деревьев, которые падали там и на проезжую часть, да, и, в частности, во дворах как раз домов. Это часто просто сухие деревья. Вот кто отвечает, скажем так, за деревья во дворах жилых домов и деревья, которые рядом с проезжей частью находятся? Ну, безусловно, еще раз, от формы собственности все зависит. Итак, в чьей собственности находится земля, тот и ответственный. Но во дворах это часто управляющая компания. Да, дворы, однозначно, если это многоквартирные дома, это управляющая компания, это СЖ, вот, ну, или, если, например, это собственники жилья там сами самостоятельно, как бы, там управляют домом, в зависимости от того, кто вот осуществляет управление домом. Ну, частные дома, понятно, это частники. А все то, что находится на муниципальной земле, в черте города, тоже, как бы, у каждого земельного участка имеется собственник, который несет ответственность. В основном инициаторами у нас являются, как правильно сказали, либо управляющие компании, либо управы районов. Правы районов, безусловно, должны следить, ну, каждый собственник земельного участка должен действительно наблюдать за процессом, обследовать своевременно, принимать меры к тому, чтобы вот таких вот историй не происходило, чтобы деревья не падали. Но хотя, к сожалению, иногда чисто визуально нельзя определить, даже вот смотришь, казалось бы, здоровое дерево, А внутри может быть сухое. Да, не падающие признаков каких-то вот. И только специалист может определить, что, да, дерево больное, и оно может вот нанести там, упав, нанести вред какой-то. Обещал, что мы вернемся к проспекту революции, тем более сейчас идет разговор о том, чтобы хотя бы по выходным дням, да, делать полностью пешеходным проспект революции. И если речь идет о летнем периоде, конечно, нам бы всем очень хотелось, чтобы была тень, тень, мы надеемся, что появится от клёнов. Как бы вы оценили, как они пережили, как вообще озеленение проспекта революции пережило зиму, и какие перспективы? Вы знаете, к радости наших жителей, к нашей радости, к радости подрядчиков и исполнителей работ, клёны наши перезимовали хорошо. Пережили и зиму, и лето, те, которые были высажены ранее. Слава богу, у них появились на всех деревьях почки. И мы действительно очень пристальное внимание уделяем этому вопросу, смотрим. Знаете, как тех детей мы нянчим, смотрим и наблюдаем, потому что, на самом деле, очень трудоемкий и интересный процесс идет. Деревья хорошо себя чувствуют, они вышли из зимы для того, чтобы... Я так понимаю, что в течение, наверное, пары лет мы уже сможем ожидать вот те самые кроны, которые нас будут в летний период спасать. Будем очень на это надеяться, потому что от ухода очень много зависит, но очень надеемся на то, что деревья нас действительно скоро порадуют. Галина Леонидовна, спасибо вам большое за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова